Кухня ЖКХ Готовят к второму учению. Также он может быть дополнен нормой, согласно которой расходы банков будут компенсироваться за счет управляющих компаний и ресурсно-набжающих организаций. Размер комиссии будет ограничен правительством Российской Федерации. Пока это обсуждается, посмотрим, как будет изменяться этот процесс. С 1 января также в связи с изменением жилищного кодекса упрощено получение субсидий и компенсации расходов на плату жилого помещения и коммунальных услуг. Но, как и прежде, субсидии не смогут получить россияне-должники за жилищно-коммунальные услуги. Но теперь органы власти будут сами получать эту информацию. То есть, опять же, через управляющие компании, через ресурсно-набжающие организации. Это тоже в рамках обмена документ оборотом. Кроме того, правительство Российской Федерации продлина автоматической выдачей субсидий на плату ЖКУ. Срок представления, который истекает в период с 1 января по 1 апреля. Право на получение субсидий имеют граждане, у которых ежемесячно на плату уходит более 22% дохода. Такая цифра, которую должны жители тоже понимать. И собственники жилья, у которых срок получения субсидий истекает в указанный период. Смогут получить господдержку на последующие 6 месяцев без подачи заявлений и документов. То есть, с 1 января отменен мораторий на начисление пенни за долги ЖКУ. Мы понимаем, чем это было связано. Это было связано с пандемией. Но с этого месяца пенни должна быть начислена на всю сумму долгу. В том числе за 2020 год. Так что для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию, предусмотрен механизм рассрочки по оплате задолженности и текущих платежей и начислений. В данном случае у нас присутствует в активном комфорте. Я думаю, что и остальные коллеги тоже сами этим механизмом пользуются. Вот основные изменения, что сейчас нас ждут с 1 января. Павел Валентинович, в связи с нововведениями дайте собственникам совет. Ну, здесь совет такой. Не копите долги. Оплачивайте вовремя. Потому что копится пенни. Снимается начисление ЕДК. Тот, кто имеет вот эту субсидию. Если сомневаетесь в начислениях в своей платежке, обратитесь в нашу, в свою управляющую компанию с разрешениями. Посоветуйся знакомыми юристами. Обратитесь за перерасчетом. Если у вас накопился долг по содержанию жилья, то надо, конечно же, в первую очередь обращаться в управляющую компанию свою. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ